Рост промышленного производства и ВВП, увеличение доходов бюджета, сокращение безработицы и уменьшение доли нефти и газа в наполнении казны. Это результаты работы правительства за прошлый год. О них перед законодателями отчитался Михаил Мишустин. Подобные доклады – конституционная обязанность главы Кабмина. Парламентский контроль за исполнительной властью налажен не только в Госдуме, где и выступал председатель правительства, но и, конечно же, в Совете Федерации. Что было самым важным в словах Михаила Мишустина, обсудим с сенатором. У нас на связи заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков. Александр Владимирович, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день. Итак, Михаил Мишустин рассказал, что Россия может войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. А темпы роста ВВП в 2023 году оказались вдвое выше, чем в развитых странах. Вот за счет чего этого удалось достичь и сохранятся ли вот эти темпы роста в этом 2024 году? Вы знаете, на мой взгляд, это абсолютно реальная амбиция. Уже сегодня мы видим, что экономика продолжает расти. Буквально вчера, практически в момент выступления Михаила Владимировича в Государственной Думе, Миннек отчитался о историческом росте в феврале 7,7%. Понятно, что это предварительные оценки, но они вызывают по меньшей мере удивление. Если прошлый год мы говорили о том, что это могут быть какие-то связанные вещи с перегревом экономики, с огромным бюджетным импульсом, который идет в экономике, то абсолютно очевидно, что рост этого года на фоне исторически высокой ставки в 16%, ключевой ставки, говорит о том, что экономика растет, растет несмотря ни на какие сложности, несмотря на то санкционное давление, которое оказывается в нашу страну, и растет просто гигантскими темпами, если говорить о других развитых экономиках. Я просто приведу вам пример. Вот Михаил Владимирович сказал о входе на четвертом месте, потенциальном четвертом месте по паритету покупательной способности уже в ближайшее время. Так вот, по прогнозу МВФ, вполне возможно, мы получим это место уже по итогам 2024 года. Понятно, что тут не только все дело в нашем росте. Нужно понимать, что наши основные страны-конкуренты, это Германия и Япония, падают. И в Японии, и в Германии происходит падение ВВП, и опять-таки же, наверное, связано с той нестабильностью, которая происходит в мире. Но так вот, если в развитых странах наших основных конкурентах ВВП падает на фоне нестабильности, то наша экономика на фоне этой же самой нестабильности, наоборот, растет. И это, конечно, не может не вызывать удивления и восхищения, и это абсолютно точно один из результатов деятельности правительства Российской Федерации. Да, но вот объем инвестиций, и это мы тоже услышали накануне, по итогам прошлого года увеличился примерно на 10%. Это рекорд за последние 12 лет. Какие все-таки отрасли сейчас самые привлекательные для инвестиций, как вы считаете? Вы знаете, мне кажется, что вообще в целом инвестиционная политика тоже меняется. И, может быть, именно тенденции в инвестициях говорят о первых признаках так называемого структурного роста в нашей экономике. Ведь если мы посмотрим среди растущих отраслей, и Михаил Владимирович вчера обращал на это внимание, это прежде всего станкостроение. Та отрасль, роста которой мы не наблюдали долгие годы, мы, наоборот, наблюдали падение. Россия была и остается до сих пор применящим импортером оборудования. И тот факт, что мы начали производить это оборудование на территории нашей страны, говорит о том, что мы действительно уходим и перестаем быть вот этой вот стороной бензоколон, как называют нас наши геополитические соперники. А действительно, наша экономика развивается самостоятельно. Это и, помимо станкостроения, и автомобилестроения, и авиастроения. Это рост металлургического комплекса. Вся промышленность Российской Федерации на сегодняшний день растет. И это, конечно же, не может не вызывать активизма. Да, и вот мы также видим, что в 2023 году в России возвели свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это рекорд тоже за всю историю нашей страны. Мы также знаем, что стройкомплекс – это локомотив сейчас нашей экономики. Он тащит за собой множество смежных отраслей. Но не окажемся ли мы здесь заложниками собственного успеха, когда для поддержания темпов роста придется каждый год ставить некие рекорды. Если жилья у нас так много, тогда почему оно не дешевеет, а дорожает? И мы об этом с вами тоже не так давно говорили. И искали причины, почему так происходит. Вы знаете, жилье вообще очень опасная отрасль с точки зрения возникновения различных пузырей. И если мы посмотрим на последние глобальные кризисы, то, к примеру, большой американский кризис произошел именно на фоне вот этого надувания пузыря в жилье. И, соответственно, роста цен неадекватного, а затем и падение этих цен резкого, когда банки финансировали, по сути дела, жилье. И даже сейчас, когда мы посмотрим на, собственно говоря, структуру активов тех же самых американских банков, то до сих пор в отдельных банках до 50% доходит вложение в жилье и в недвижимость. И, конечно же, это явный признак пузыря. И в этом плане тут важна очень тонкая работа правительства Российской Федерации, для того, чтобы мы в строении страны вот этот вот пузырь не сформировали. Это очень хорошо, что растет жилье и темп строительства жилья. И, конечно, президент неоднократно заявлял, что объем вводимого жилья прямым образом сказывается на благосостоянии наших граждан, потому что это одна из ключевых задач, чтобы у российской семьи было свое собственное жилье, и оно было обеспечено необходимыми квадратными метрами. Но очень важно, чтобы это жилье строилось именно для целей необходимости, в случае необходимости в нем и заинтересованности в ней российской семьи. А если же жилье строится для инвестиционных целей, то очень часто за счет больших инвестиций наших граждан в жилье могут возникать на этом рынке пузыри. И вот я считаю, что то, что происходит в этом году, когда правительство серьезным образом пересмотрело ипотечную программу, когда такая высокая ключевая ставка, и люди несут свои деньги не в жилье, к примеру, а на депозиты, приводит к тому, что инвестиционные деньги из жилья уходят, а жилье начинает продаваться именно тем людям, которым оно действительно необходимо, и которым действительно требуется это жилье для проживания и для улучшения своих условий. И в этом плане мы уже видим первые признаки того, что, во-первых, в России этот пузырь не формируется, во-вторых, цены потихонечку начинают снижаться. Да, мы не видим снижения цен в новостойках, и я думаю, что до сих пор эту ситуацию поддерживает все-таки ситуацию с льготной ипотекой. Напомню, что только в этом году она полностью поменяется, и условия полностью поменяются, мы неоднократно с вами эту ситуацию обсуждали. Но если мы говорим про вторичный рынок, то практически во всех регионах мы уже видим признаки снижения стоимости жилья на вторичном рынке, и это говорит о том, что именно российские семьи, которым требуется жилье, по сути дела, начинает, имеет возможность купить ее на более выгодных для себя условиях. Еще раз финализирую, скажу, что, на мой взгляд, именно рынок жилья сейчас находится в самом процессе перестройки, связанной и с изменениями потечной программы, и с изменениями ключевой ставки. И я думаю, что правильнее говорить о дальнейшем его развитии по итогам этого года, как он отреагирует на изменения потечной программы и в целом перестройки именно экономики строительства. Но, тем не менее, фактически вы признаете, что сейчас ипотека слишком, неприлично даже дорогая, как, в принципе, и другие кредиты, которые сейчас доступны гражданам. Но что вы услышали все-таки между строк, а может быть и прямым текстом из слов Михаила Мишустина о перспективах кредитно-денежной политики, но когда нам ждать все-таки уменьшения этой ключевой ставки, что, в свою очередь, могло бы, ну, как говорится, простимулировать экономический рост? Ну, однозначно, абсолютно, Михаил Владимирович ничего не сказал про ключевую ставку, потому что прекрасно понимаешь, что это компетенция Центрального банка Российской Федерации. Михаил Владимирович говорил о взаиморасчетах, о поддержании в целом стабильности финансового рынка. И, конечно же, правительство настроено на то, чтобы и кредиты, и инвестиции в российскую экономику продолжались. И Михаил Владимирович еще много говорил, в том числе о том, как правительство поддерживает на сегодняшний день инвестиции в российскую экономику. Но вот что важно, и о чем мы можем говорить с точки зрения ключевой ставки, и здесь я бы все-таки говорил не о выступлении Михаила Владимировича, а о тех сигналах, которые идут параллельно с этим выступлением, то напомню, что на этой неделе вышла информация о последнем заседании Центробанка и о обсуждении ключевой ставки. И мы видим, что в целом уже на заседании сайта директоров Центробанка начинает обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. Более того, если мы видим, что инфляция снижается, что правительство обуздало инфляцию, и об этом как раз-то говорил Михаил Владимирович, мы видим, что инфляция у нас, она не потребительская, она производственная, соответственно, в инфляции у нас тоже нет каких бы то ни было пузырей, в том числе потребительских пузырей. И, соответственно, мы думаем, что решение по ключевой ставке в ближайшее время уже может быть принято о снижении. Вряд ли это снижение будет значительное, но думаю, что ставка, к примеру, в 15% уже не за горами, и, по крайней мере, и обсуждение в Центробанке, и сигналы от правительства говорят об этом. Да, мы видим, если говорить о цифрах, что рост цен замедлился с 11,9% до 7,4%, по крайней мере, в годовом исчислении. Но есть ли дополнительные инструменты у исполнительной власти для того, чтобы обуздать все-таки инфляцию? И требуются ли такие инструменты сейчас? Или достаточно того, что есть? Вы знаете, с точки зрения инфляции, на мой взгляд, правительство сейчас находится в сложнейшей ситуации. С одной стороны, мы видим огромный рост расходов бюджета, так называемый бюджетный импульс, который поступает в экономику. И нужно понимать, что все эти деньги непосредственно идут в наше народное хозяйство и, конечно же, сказываются на увеличении денежной массы и покупательной способности населения, и в целом потребительской активности. И этот импульс, бюджетный импульс, скорее влияет на инфляцию тем, что ее разгоняет. И в данном случае правительство и Центробанк, наоборот, своей жесткой денежно-кредитной позицией, политикой, этот импульс охлаждает. И вот эта филигранность, которой, собственно говоря, мы преодолели инфляцию растущую, галлопирующую, которая была вызвана не только внутренними факторами, но и внешними. Напомню, что у нас произошла серьезнейшая девальвация рубля в последнем полугодии 2023 года. Все это говорит о том, что правительство работает очень эффективно с инфляцией, и уже к концу года мы можем ожидать выхода на ставку инфляции, заложенную в бюджете, собственно говоря. Поэтому мне кажется, что правительство, главная задача правительства именно очень тонко распоряжаться бюджетными расходами, а задача Центробанка – держать денежно-кредитную политику так, чтобы, с одной стороны, она действительно образом заказывалась на снижении цифляции, но при этом не влияла все-таки на том инвестиционном росте, росте. И тот факт, что мы видим продолжающийся рост экономики, и еще раз обращу ваше внимание, тот факт, что мы видим, к примеру, в феврале, исторические темпы роста этой экономики говорят о том, что и правительство, и Центробанк успешно справляются с этой задачей. Да, Александр Владимирович, буквально в завершении самое главное, что мы услышали. Итак, председатель правительства рассказал об улучшении благосостояния россиян, зарплаты становятся больше, минимальный размер оплаты труда прибавил более 18%, как сказал Мишустин, но в то же время Владимир Путин отмечал, что за чертой бедности у нас живет 13,5 миллионов человек, и это много, очень много. Президент поручил, да, к 30-му году снизить уровень бедности до менее чем 7%. Вот за счет чего это можно будет сделать? И что уже сделано для того, чтобы достигнуть такого, если можно так выразиться, высокого результата для новейшей истории нашей страны? Ну, во-первых, наверное, и это самое главное, что сейчас происходит. Мы перестраиваем налоговую систему так, чтобы бремя было переключено на более обеспеченные слои населения, и для того, чтобы дать менее обеспеченные слои населения, наоборот, возможность исправить и услышать свое положение. И Михаил Владимирович говорил об этом. Уже обсуждается прогрессивная шкала налогоблажения на доходы физических лиц. И это серьезное изменение в целом устоявшейся у нас налоговой политики, которая в целом, на мой взгляд, будет одним из важнейших факторов снижения бедности нашего населения. Второй момент, и вы сказали уже об этом, это рост и минимального размера зарплаты, который прямым образом сказывается на нашем населении. Это и рост зарплат бюджетников. Которое тоже происходит, и это тоже прямым образом сказывается на нашем населении. Но и третий фактор. Давайте не будем забывать, что в России исторически самая низкая безработица за всю свою историю. И этот результат мы получили благодаря, опять-таки же, галлопирующему росту производства. И, конечно, когда мы видим такую низкую безработицу, эта безработица прямым образом, уровень этой безработицы прямым образом сказывается на росте зарплат. И Михаил Владимирович говорил уже, что зарплата уже больше 70 тысяч в среднем по стране. И в целом мы говорим о реальном росте заработных планов, который продолжается уже не первый год. И, конечно же, именно этот рост – это главный залог того, что бедность будет снижаться, и все больше и больше наших людей будут улучшать свою жизненную ситуацию. Спасибо, Александр Владимирович. Сенатор Александр Шендерюк-Житков прокомментировал отчет главы правительства перед законодателями.